Продолжение следует... 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 У тебя топовая отмазка была, меня полюбит и такой. А какие еще, вот как ты думаешь, топ отмазки умных толстушек? Ну, нет времени, нет денег, нет желания, и так сойдет. Когда-нибудь. Когда-нибудь сейчас не до того, и настроения нет, и вообще компаний нет, не с кем пойти. Не с кем пойти, надо выбирать приоритеты. Ну, слушай, да, вот классные отмазки. Узнаете? Или у вас есть еще получше? Напишите в комментариях еще лучше отмазки. Отлично. Ну, и что же тебе помогло пойти мимо этих отмазок? А я просто поняла, что пора. Мне так понравилось, как я поменялась за время антирафинированной жизни. И более того, может быть, это какой-то эгоизм, но мне понравилась та волна, которая поднялась. Я поняла, что я несу ответственность за людей, которые вместе со мной идут. А можно я в эфире открою секрет? Нет, я не буду говорить, какое наказание мы для тебя придумали. Пускай это останется секретом. Можно я расскажу, с чего все началось? Мы встретились с Женей абсолютно по деловому вопросу в ресторане. И пили чай, разговаривали. И тут Женя достает йогурт клубничный. Я говорю, это что? Она мне говорит, я на диете, сегодня только йогурт. Я говорю, Женя, ты видела, сколько там сахара? И она говорит, правда? Это есть сахар в клубничном йогурте? Ну надо же! Я посмотрела и подумала, нет, мне с этим человеком еще работать и работать. Надо что-то делать. И тут, к сожалению для Жени, к счастью для всех нас, ну к счастью для Жени, я немножко ее сманипулировала, мы заключили пари. И вы знаете, в чем дело? Иногда главное, ну действительно, начать. Потом вот идет такой эффект снежного кома. А когда появился азарт? Да почти сразу. Вы знаете, мне в принципе первое, что толкало, если мы говорим про антирафинированную жизнь, и в принципе и про спорт тоже, преображению, это был именно азарт. Мне, я очень быстро поняла, что я меняюсь. Я физически ощущала, как я меняюсь, как я под... Я не говорю, что я сейчас уже достигла всех своих целей. Мне еще работать, и у нас еще 10 недель, я думаю, что я изменюсь еще больше. Конечно, куда же ты денешься, дорогая? Но ощущение, что... Под водной лодкой. Каждый день, каждый день ты по-другому, по-другому реагирует твоя кожа, по-другому у тебя выглядят глаза. Но у тебя еще прекрасный возраст, тебе не скажу сколько, да? Это я могу сказать 31. Ей 31, ей 31, и она не скажу сколько, минус 10 килограмм уже, а будет минус 20. И вот что интересно, те девушки, которые никогда не занимались спортом, у них тело гораздо отзывчивее, получается, реагирует, да? То есть, получается, тело просто обалдевает, говорит, ну надо же, за нас взялись, ох, ох, ничего себе, да? И как-то оно отзывчивее реагирует, получается. Да, ну и как бы у нас очень хорошие результаты, у нас в неделю 2,5 килограмма уходит с тренером. Но это не только тренировки, я уже говорила, что ко мне очень комплексно подошли. Мне сделали фитнес-тестирование. Я вижу, мы все видим. Проверили, что мне можно, что нельзя, очень индивидуальный подход. Кроме того, у меня питание разработано специально для меня. Мне объясняют каждый пункт, что, когда я должна есть, почему. Потому что, когда просто говорят, не ешь углеводы с утра. А можешь ты вот быстро нам описать, чего ты ешь целый день? Так быстро. Утро начинается с каши. Каша это углеводы. Сколько каши? Три ложки. Три ложки каши. Овсяный? Да, овсянка. Масло есть? Нет, я не ложу масло. Нет, не кладешь масло, не кладешь сахара, да? Сахар, безусловно. Конечно. Смотрите, три ложки. Три ложки овсянки. Три ложки овсянки. Немножко фруктов. Фрукты? Это завтрак. За полчаса до этого я выпиваю стакан воды вместе с семенами льна. Так. Безумно вкусная штука. Те, кто боится. Мы быстро рассказываем. Дальше после этого второй перекус у меня, либо фрукты, либо что-нибудь легкое. Ну, три персика это более чем. Более чем. Ты понимаешь, почему им надо про это рассказывать? Обязательно. Потому что, дорогие мои, утром каша, в обед фрукты, потом только белки. Да. И потом получаешь, а че я не худею? Потому что каши надо не две тарелки, а фруктов надо не два килограмма. Ну да, максимум три персика. Маши три ложки персика. Максимум. На персике это такое, там они очень много фруктозы. Хорошо. После этого в обед у меня уже идут белки. Я беру себе либо какие-то овощи запеченные, либо зажаренные не беру, либо отварные, либо запеченные. Это углеводы. Да. Это углеводы долгие. После этого у меня мясо, рыба, творог. Сколько? Ну, немного. Вот там-то и дело. Смотрите, величина ладошки должна быть. А, Луника, вы знаете, я долго думала, как я буду определять дозу. Они вот, они настолько ждут наших конкретных советов, они сейчас сидят и записывают. С дозой все очень просто. Величина порции должна быть не больше, чем 150-200 грамм. Маленькая хитрость. Берите маленькие тарелочки, тогда ваша маленькая порция будет выглядеть внушительной. Да, да, да. Ага, у нас очень много таких ресторанов. Так, приходишь туда, заказываешь, тебе приносят такую порцию и вроде как на диете. Ну, на самом деле, хочется действительно сказать, это не страшно, это классно, меняться это действительно круто. А мы рацион закончим? Смотри, три ложки овсянки. И утром немножко фруктов. На перекус. Через три часа. Не больше, чем три персика или три абрикосины. Да. В обед немножко печеных фруктов или вареных овощей. Овощей. Печеных овощей или вареных овощей. И с ладонь всего лишь мясо или рыбы запеченной. Дальше. На ужин овощи. А полудник там есть? Ой, полудник, извините, пожалуйста. Обезжиренный творог, заливаю его обезжиренным кефиром. На ужин тоже что-нибудь совершенно легкое, огурец, легкий салат, совершенно что-нибудь такое. Все. Многим из вас это кажется просто тортурами, да? Нет, не правда, не наступает чувство голода. Как быстро, как быстро, подожди, давай скажем для них, ведь организм приспособился. Давай расскажем о хитростях, ибо мы начинаем для них сейчас звучать как полубогие, понимаешь, что люди сидят, наворачивают борщ с пампушками, слушают нас с тобой и говорят, как так можно вообще питаться? Жень, это сейчас тебе просто, а полтора месяца назад посади тебя кто-то на такое, как? Да, да, очень сильно помогла антирафинированная жизнь. Безусловно, во-первых, вопрос о хлебе даже не стоит, как и о сахаре. Все чаи автоматически пьются без сахара, все компоты, хотя я их тоже сейчас стараюсь не злоупотреблять, без сахара. Сладкая вода ушла, все это ушло просто из моей жизни априори, поэтому сейчас я просто систематизировала то, что вошло в мою жизнь, когда была антирафинированная жизнь. У тебя очень классное питание сейчас. Очень классное. А просто поймите, организм на самом деле мало у кого готов завтра прям начать так питаться. Нам нужно всегда учиться мозгом дурить мозг. Я все время говорю мозгом дурить мозг. То есть сначала, например, допустим, месяц просто попробовать без хлеба и без сахара, ешьте что хотите, да, раз понемножечку убираете, потом месяц или там две недели пробуйте просто все углеводистое, я имею в виду фрукты, все фрукты абсолютно, все углеводистое, фрукты и картошку есть до двух часов дня. Потому что у нас уже нет. Да, до двух часов дня. Потом мягко уже переходите на более маленькие порции. Вы понимаете, нужно все делать постепенно, потому что мозг, он взбунтуется и скажет, еще чего, и найдет вам очень много аргументов, почему надо все оставить как есть. А можно я еще одну отмазку размажу сейчас просто? Мне много говорили, Женя, вот так питаться, как ты, дорого. Дорого выходит, ты что? Тебе нужно покупать только свежие продукты. Да, девочки, я покупаю только свежие продукты, но при этом выходит выгодней. Ушло все то, что делало нас нездоровыми и тянуло львиную долю моего кошелька. Вы не представляете, как я сейчас ее слушаю. Вы просто не представляете, это называется сестра просто. Да, 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 это и выгодно. И недорого, и здорово, ну честное слово. Я не буду останавливаться. Мы поставили с Анечкой, это мой персональный тренер. Цель себе 25 килограмм за эти 3 месяца преображения. Ну да, делаешь не в килограммах, дело в том, что это становится твоим стилем питания. Дело в том, что ты действительно начинаешь осознанно питаться. Аня действительно, кстати, замечательный тренер. Нам очень повезло, что в нашем городе есть такой клуб. Вот просто очень повезло, понимаешь? Потому что Эльфитнес действительно славится тем, что там лучшие профессионалы. Ну что, какую мы дадим рекомендацию? Советы начинающим. Начинающим. Смотрите, первое, есть ради чего, правда. Потому что, ну, чем меньше мы едим, тем дольше мы живем, это правда. Есть ради чего, девочки, дорогие мальчики тоже. Есть ради чего. Присоединяйтесь, потому что, как у нас на Украине говорят, гуртом. Крачей батьковый. Да, ну, Украина это доказывает на ура. Поэтому давайте вот группами собираемся, да, в Фейсбуке, в соцсетях, друг друга поддерживаем. Сначала отказываемся от сахара и муки, смотрим, как меняется тело. Потом доходим до спортзала. Сейчас действительно спортзалы делают скидки, абонементы и так далее. Есть, кстати, люди, которые дома занимаются, это вообще герои. Да, поэтому начинайте, мы будем продолжать, будем информировать про наши успехи, про успехи тех, кто идет вместе с нами, потому что их уже много. И через два месяца смотрим на Женю, когда там Женя в купальнике. Хорошо, я даже сделаю фотосессию для вас в купальнике. Спасибо. Все, договорились. Начинайте, меняйтесь и будьте лучшими версиями себя. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok